Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 26 апреля и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера в второй половине торговой сессии мы видели уже следующий импульс на обновление локальных максимумов. Ушли выше отметки 1.0906 и локально доросли до отметки 1.050, что в свою очередь подтверждает на текущий момент продолжение восходящей тенденции. Ближайший коррекционный уровень на текущий момент мы можем отметить на минимуме, который был показан в понедельник в области 1.0819. Ожидать коррекцию по паре евро-доллар мы сможем только после ухода ниже уровня данного значения. На текущий момент тенденция на укрепление продолжается. Британский фонд остановился у сопротивления в области 1.2849, стоит в боковом диапазоне уже на практически пятую торговую сессию. И на текущий момент для продолжения восходящего движения по данной паре необходимо увидеть закрепление за отметкой 1.2851 за ближайшим сопротивлением. Мы можем также ожидать коррекцию в области 1.2787 с последующим продолжением восходящего движения. На текущий момент разворотный уровень находится на отметке 1.2773. Пара австралийский доллар, американский доллар обновила сегодня уже с утра минимумы 75.14. Это минимум, который был 21 апреля. И на текущий момент мы можем говорить о предпосылках на продолжение нисходящего движения по паре австралийский доллар, американский доллар. Ближайший разворотный уровень, который мы сможем отметить по закрытию сегодняшней сессии, может находиться на отметке 0.7554. Напомню, что данный уровень может быть обозначен только после закрытия торгового дня. По закрытым сессиям мы можем отметить максимум в области 75.71 для продолжения роста австралийского доллара. Пара американский доллар, канадский доллар также вчера обновил локальный максимум, дошли до отметки 1.3626, что также подтверждает на текущий момент продолжение восходящего движения по данной паре. В ближайшей перспективе мы можем ожидать коррекцию, коррекционное движение, но пока она еще не началась. Один из уровней, который на текущий момент нужно отслеживать, это минимум, по крайней мере, минимум 25-го числа, минимум вчерашней торговой сессии, чтобы говорить о начале коррекции и уже о поиске новых возможностей для присоединения на покупку по данной паре. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое восходящее движение. Вчера обновили максимум понедельника, доросли до отметки, уже вместе с сегодняшней торговой сессией, до отметки 111.38. На текущий момент находимся на локальных максимумах и рост он также продолжается. Ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем уже перенести на локальный минимум, который был зафиксирован вчера в область 109.58. Пара еврофунт также продолжает свое укрепление. Вчера также во второй половине торговой сессии ушли выше отметки 0.8507, поэтому на текущий момент пара еврофунт находится в краткосрочном восходящем движении. И ближайший коррекционный уровень, который на текущий момент мы можем отметить, находится в области также минимума понедельника по отметке 84.50. Поэтому на текущий момент по паре еврофунт рост у нас остается в приоритете. Индекс DAX после обновления локальных максимумов вчера находится на исторических уровнях, напомню. Пока находится в коррекции, но ближайшая цель это область 12.515 для продолжения роста. И ближайший коррекционный уровень, который сейчас мы можем отметить, находится на минимуме вчерашней торговой сессии в области 12.427. Рост по индексу DAX также продолжается. Золото продолжает снижаться. На вчера дошли до отметки 1260 долларов за тройскую унцу. И ближайший коррекционный уровень на текущий момент, который мы можем отметить после обновления минимума 24 числа, находится на максимуме в области 1278 долларов за тройскую унцу. На текущий момент коррекционное движение нисходящее по золоту также сохраняется. Ну и нефть марки Brent продолжает свое движение нисходящее. Вчера обновили локальные минимумы. И ближайший коррекционный уровень, который на текущий момент мы можем отметить, находится на максимуме вчерашней торговой сессии в области 52.36-52 доллара за тройскую унцу. Соответственно, защитный ордер 100+. Мы можем уже несколько переместить чуть ближе по направлению цены по ходу данного движения. Уход выше данного значения открывает предпосылки на начало восходящего краткосрочного движения по активу Brent. Нефть марки Brent. Ну и индекс доллара также продолжает свое нисходящее движение. Вчера обновили локальные минимумы. И поэтому на текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем переместить уже на максимум. Также понедельника в область 99.24. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы по каким-либо инструментам, которые мы обсуждали или не успели обсудить, напишите, пожалуйста, под этим видео, оставляйте ваши комментарии. И увидимся уже на следующем обзоре. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok